Музыка Я только что общалась с будущими мамами. Они скоро соберутся навстречу, возможно, самому важному дню своей жизни. Их волнует вопрос, качество оказываемой медицинской помощи, материальные условия родильного отделения и денежные расходы. Программа «Агуистра» найдет ответы на эти вопросы. А я обещаю вам, что наша съемочная команда будет предельно объективной, без табу и прикрас. Еще одна очень важная проблема сегодня в программе «Агуистра» – это родильный дом. Все время мы слышим о том, что ввели новшества в родильном доме. У нас хотелось бы узнать, что это за новшества. И, конечно, вопросы, которые волнуют наших граждан. Не очень много адресных отзывов. Есть, конечно, положительные, есть отрицательные. Но хотелось бы открыто поговорить об этом. Насколько мне известно, наш республиканский роддом потерял свой статус и его ввели в качестве родильного отделения в составе республиканской больницы. Сегодня у нас в гостях заведующая отделением патологии беременных Пигуа Станта Константиновна. Я думаю, она нам разъяснит нынешнее положение в стране. Кстати, я хочу отметить, что работники родильного дома всегда открыты к диалогу. Они готовы дать им татушку без нас. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Бигуа Станта Константиновна, акушер-гинеколог, врач, заведующий отделением патологии беременных. Станта Константиновна, несколько наших передач затрагивали такие острые темы. Но что касается акушерства и гинекологии, вообще целом нашего роддома уже родили в отделении республиканской больницы. Дела обстоят куда острее, наверное, даже, чем все остальное в нашей стране. Люди говорят много, говорят разное, но, как известно, дыма без огня не бывает. Сегодня мы хотели бы обсудить темы рождаемости, сколько у нас детишек рождается, сколько из них рождается здоровых, сколько нет. В чем проблема? Может быть, проблема в скрининге изначально ввели, возможно, женщины неправильно, дородовом периоде. Может быть, какие-то проблемы в самих родах? В первую очередь, много было разговоров о том, что вот у нас целая страна, республика, здравоохранение свое имеется, а нет своего родильного дома, что отобрали этот статус. Теперь это отделение, которое относится к другой больнице. Что же изменилось и в чем была необходимость? 70% женщин отягощены соматической экстрагенитальной и генитальной гинекологической патологии. В связи с этим на фоне такого осложненного анамнеза и статуса возникают осложнения во время беременности, в родах и после родов. Раньше считалось, что такие патологии, возникающие во время беременности, как анемия, пилонефриты, гипертонические болезни, должны лечить исключительно акушеры-гинекологи. На сегодняшний день это доказано, что это неправильно, это непрофессионально. Всю экстрагенитальную патологию, сопровождающую беременность, должны лечить профильные, узкоспециализированные наши коллеги, совместно с акушерами-гинекологами. Это во всем мире, в частности в России, последние годы активно все родильные дома и перинатальные центры даже включаются в состав многопрофильных клинических больниц. Пока на данный момент мы видим реально плюсы, которые говорят о необходимости нашего присоединения. Хоть и вывеска как родильный дом, по факту это отделение родовспоможения Республиканской больницы. Изменилось только название. Здесь, как и раньше, 6 отделений на 100 пациентов. Однако, как говорят сами врачи, изменилось качество и оперативность их работы. В последние полтора года наша работа стала лучше, потому что мы можем быстро, беспрепятственно вызвать на консультацию того или иного специалиста, и он приходит в тот момент, когда мы его вызываем, а не тогда, когда у него, например, появится время. Рита Владимировна Трапш, главврач отделения, встречает нас и проводит экскурсию по этажам в каждое отделение, начиная от приемного покоя до родильного зала. Родовые кровати. Два столика для детей. Но нет у нас здесь реанимационного места, у нас еще многого чего нет. Для того, чтобы ребенка, когда мы получили, чтобы мы никуда ему время не теряли, и чтобы все происходило в родильном зале. В этой дородовой комнате молодая женщина. С помощью аппарата кардиотокографии врач внутриутробно наблюдает сердцевение ребенка. В этой же комнате широкое окно, и акушерка находится в постоянном контакте с роженицей. Здесь у нас тоже контакт с родильным залом. Если нет патологии, гинекологи предпочитают не вмешиваться в естественный процесс родов, и эти лекарственные средства из шкафчика достают только при острой необходимости. Есть идея создания индивидуальных родзалов, как в Европе. Это когда родоразрешение происходит в палате, где уютно, как дома, а после мама и малыш остаются там же. Есть такая кровать-трансформер, которая удобно женщине на этой кровати рожать. Не рахмановская кровать, а есть такие кровати, которые мы можем закупить, нам обещали их закупить. Ежедневный обход. В кармане каждого врача специфический дезинфицирующий раствор. Палаты у нас рассчитаны на 2-3 человека. Здесь есть все необходимое для осмотра одного рожденного. Есть специальные, в палатах пеленальные столики. Есть в каждой палате раковина, оснащенная дезинфицирующим мылом. С недавних пор в Сухумском родильном отделении у мамы не забирают малышей. Они совместно прибывают в палате. Милана Амичева – мать двоих детей. Ее первый ребенок не находился с ней после родов. А сейчас со своей Салимой, так назвали дочку, не расставалась ни на минуту. Я хочу сказать, что лучше не расставить нам много. Еще одно нововведение в родильном отделении Республиканской больницы. Кесаровесечение производится под местным региональным наркозом, если нет противопоказаний. Шедевр классической музыки. Эту музыку могут слушать женщины, которые приняли эпидуральную анестезию. И в ожидании появления ребенка им включают классиков. Именно так. Местное обезболивание позволяет женщине быть спокойной. А главное – видеть рождение своего ребенка и услышать его первый крик. Мы покидаем родильный зал и отправляемся в отделение гинекологии. В этом кабинете акушер-кинеколог с большим опытом работы Леона Тужба рассказывает о том, что здесь занимаются не только беременными, но и принимают женщин с разными гинекологическими заболеваниями. Дополнительное гинекологическое исследование на предмет выявления заболеваний шейки. Хочу похвастаться, Анна. У нас делали замечательный переход. Теперь, чтобы из родильного отделения попасть в республиканскую больницу, не нужно выходить из здания. Это передвижение займет всего 18 секунд, по моим подсчетам. Это бесценное время в экстремальной ситуации, чтобы спасти жизнь женщине. На самом деле, этот коридор удобен не только в общении с большой республиканской больницей, но и как символ их объединения. Врачи уверены, что их работа стала лучше, а главное, рисков стало меньше. Гинеколог Оксана Читанава рассказывает о том, как удобно работать, как отделение республиканской больницы, когда нужна срочная медицинская помощь других специалистов. Женщина лежала в терапии с пневмонией, она задыхалась. В течение 30 минут мы смогли эту женщину перевезти в родильный дом и родоразрешить эту пациентку. После операции мы также беспрепятственно могли перевезти ее в реанимационное отделение, где женщина получила основное свое лечение, она долечивалась. Это подписи врачей тех, кто поддерживает объединение с республиканской больницей. Их около 70 человек. Белу Романовну пили, уже ждут коллеги в операционной. Через 5 минут она начнет оперировать пациентку с гинекологическими проблемами. Но прежде доктор уделит нам 2 минуты, чтобы рассказать о важном в их работе. Движение у нас идет в одном направлении, то есть посторонние люди из республиканской больницы сюда к нам попасть не могут, только в плане транспортировки больных. У нас здесь вот вывешен номер телефона, по которому подвозят больную, звонят нам, мы дверь открываем. Неонтологическая служба. Первый этап выхаживания в течение 10 дней. По словам неонтолога Ады Ампар, в этом аппарате ИВЛ выхаживали новорожденного весом 800 грамм. Мы наблюдаем, нам самим интересно видеть этих детей в динамике. Работа в стенах этого медучреждения сложная, ответственная, без передышки. А главное, без права на ошибку. Мы не смогли вместить в один сюжет, рассказать и показать, чем живет родильное отделение сегодня и сейчас. Вопрос не совсем приятный, наверное, будет, но все-таки мы обязаны его озвучить. За последнее время, даже фамилии проскальзывают наших сочинских коллег, чуть ли не модно стало нашим женщинам уезжать и рожать там. Насколько мне известно, все это происходит на коммерческом уровне. Мне это довольно-таки недешевое удовольствие. Но еще остается момент коррупционного обвинения нашего родильного дома. Но если сопоставить то, что, опять-таки, говорят на улице, стоимость этого у нас в стране, и сравнить со стоимостью в Сочи, это разница велика. То есть в Сочи это гораздо дороже, гораздо дольше. И сам факт транспортировки. Почему все-таки это происходит? Я всегда защищаю наших телезрителей. Я всегда защищаю права потребителей медицинских услуг. Кстати, хочу этому посвятить передачу. Но в данном случае я не могу понять, почему люди, которые потом кричат и передают друг другу, баснословные суммы называют, которые они оплачивают роддомом, почему они не могут хотя бы заявление написать? Об этом сказать на телевидении и, в конце концов, потащить в суд человека, который потребовал их денег. Сейчас непонятно, кому адресован этот вопрос. Хотелось бы услышать ваше мнение, почему происходит так? Основные три причины за последнее время выезда женщин за пределы Республики Абхазия это оказание анестезии в родах, спинномозговой анестезии во время кесарева. Это первая причина была неподготовленность наших неонатологов в плане введения реанимационных детей. И третья – это материнский капитал. На сегодняшний день, реально, после всех наших реорганизаций и преобразований, которые в роддоме происходили, две причины мы устранили. Наши неонатологи за последний только 2014 год дважды, каждый проходил курсы по ведению детей, требующих реанимационной помощи, по вопросам ведения детей на аппарате ИВЛ. Еще одна причина – перинатальная анестезия в родах и спинномозговая анестезия во время кесарева сечения. Проблема тоже устранена. У нас сейчас все женщины, желающие и, в принципе, те, которые имеют определенные показания на обезболивание в родах, это не всегда желание женщины, в этом иногда бывают определенные кушерские показания. И спинномозговая анестезия во время кесарева сечения мы широко сейчас ее используем в связи с тем, что у нас подготовлены специалисты анестезиологи. То есть у нас не решен вопрос только материнского капитала. Это социальный вопрос, но, в принципе, реально основные причины вот такие. Есть цифра, ее официально выдал Сочинский перинатальный центр. В 2013 году женщин, выезжающих из Абхазии на родоразрешение в город Сочи, было 245, а в 2014 году это 175. Поэтому говорить о том, что после нашего присоединения в состав Республиканской больницы этих женщин стало больше, это просто неправда. Мой приход сюда был первая причина того, чтобы нас не отсоединили от Республиканской больницы. Я вообще плохо понимаю наших коллег, некоторых, которые этот вопрос ставят и хотят его реализовать. Сделав шаг вперед, делать два шага назад, это, по-моему, просто непрофессионально. Просто амбиции по поводу статуса, они, по-моему, ничто в сравнении с жизнью и здоровьем женщины. Я думаю, если этот вопрос будут поднимать и решать, неужели они спросят коллектив вашей отделения? Большинство наших сотрудников, в частности, акушеров-гинекологов, они за наше пребывание в Республиканской больнице. Наши съемки в родильном отделении затягиваются на несколько часов. За это время сюда доставили несколько роженец. Есть желание пообщаться с ними. Это Дина. Смотрит в окно. Она ждет своего первенца. И у нее сейчас активная фаза схваток. Понятно, она не хочет говорить с нами и просит убрать камеру. И мы не назойливы. Не хотим портить настроение в столь важный день. Я сейчас пообщалась с Диной, которая через час родит своему первого ребеночка. Мы дождемся и увидим этого малыша. Надеюсь, все будет хорошо. Пожелаем удачи маме Дине и врачам, принимающие роды. Пока есть немного времени, нас приглашают на обед. Буфеты в каждом отделении. Но сидели мы недолго. Только что мне врач сообщил, что нашу героиню перевели в родзал. Бежим, Артур. Вместе с врачами мы увидим этот важный момент. Кто сейчас из гинекологов принимает роды? Сейчас будут принимать роды гинеколог заведующий обсервационным отделением Читанова Диана Абрамовна и Лозинский Шота Петрович. Женщина поступила в ночь у меня на дежурке с преждевременным излитиям околоплодных вод. Развелась родовая деятельность. И вот скоро мы будем участвовать при рождении новой жизни. Роды были сложные, преждевременные. Врачи то ласково просят роженицу, то настоятельно требуют выполнять их указания. Казалось, время длилось бесконечно. Хотя часы, они здесь повсюду, показывают, что прошло всего 15 минут. И вот их новорожденного. Мальчик. Медперсонал поздравляет маму, а кто-то нежно поглаживает ей голову. И сразу же, не разрезая пуповину, кладут малыша на живот матери. Сейчас состояние матери ребенка хорошее. Вы слышите крик. Ребенок родился в удовлетворительном состоянии. Он активно кричит, он розовый. Мама, как обычная мама, после сложных родов. Самый ответственный и радостный момент появления новой жизни. И мы имели возможность запечатлеть это событие на нашу видеокамеру. И, конечно же, пройдя весь этот путь от приемного покоя до родильного зала с этой женщиной, которая буквально несколько минут назад стала мамой, я назову дежурную бригаду врачей отважной командой. И, конечно же, хочу пожать руку нашему оператору Артуру Каланде. Это было нелегко. За последние годы какая смертность женщин в родильном доме? К нашему большому счастью, за последние пять лет женская смертность равна нулю. Наши показатели улучшились. И об этом говорит статистика. То есть цифры не обмануть, как вы понимаете. Причина этому также внедрение новых современных перинатальных технологий. Это тоже было введено с середины 2013 года по инициативе Минздрава и экспертами ВОЗ. Значит, мы перешли на новые перинатальные технологии. Значит, перинатальная смертность – это смертность новорожденного или мертворождение. Ранняя смертность новорожденного и мертворождение. В 2013 году она составляла 9,5 промилле, а в 2014 году 4,3 промилле. Два с лишним раза. Скажите, насколько часто к вам обращаются роженицы с запущенными соматическими какими-то болезнями, неухоженные женщины, которых потом тяжело курировать уже в период рода? Ну, к сожалению, такие женщины бывают. Это, в принципе, социальный уровень нашей страны. Мы понимаем, что он может… Я этот вопрос задал не просто так. Мне хотелось бы защитить наших коллег. Ведь дело в том, что с усугубленными нозологиями, соматической патологией, если поступает роженица, то не всегда ведь вина наших докторов, наших акушев-гинекологов. Да, абсолютно согласна. Возникают какие-то осложнения. Людям необходимо понимать, что сегодня, в 21 веке, существует понятие планирования семьи. Прежде чем молодые люди запланируют ребенка, им необходимо как минимум хотя бы сдать анализ крови на группу крови, на резус-фактор. В идеале, конечно, беременности должны быть планированы. Предгравидарное называется такое обследование, которое подготавливают уже к здоровой, правильной беременности. Но, к сожалению, у нас не всегда получается так. Чаще всего женщина, которая стоит на пороге женской консультации, это уже беременная женщина. Она приходит уже со своими проблемами, со своими осложнениями, хроническими заболеваниями, которые мы вынуждены коррегировать совместно с узкими специалистами во время беременности. Но это не всегда получается в полном объеме, потому что очень много и манипуляций, и медикаментов запрещается во время беременности. Книга отзывов и предложений. Здесь каждый волен оставить свои впечатления. Листая встречаем имена известных в Абхазии женщин и только положительные высказывания. Однако, мнения недовольных тоже слышны. Маленькое общество, любая информация распространяется быстро. Так в популярных соцсетях можно встретить жаркие дискуссии, где критика порой переходит в оскорбление. В перерыве между съемками я затрагиваю больной вопрос для нашего общества и для медперсонала отделения родовспоможения. Вопрос денежных расходов для рожениц. Откровенный разговор между мной и главврачом отделения. Вам от родителей, от родственников, что кто-то из врачей попросил какую-то сумму? У меня нет. Вам подходили как главврачу? Нет. Ни один человек не подходил? Ни один человек не подходил, потому что настолько этот вопрос муссируется, что я задала себе целью, я почти всех блюду и смотрю, как это все проходит. Они же не только с приемного покоя идут, оттуда, отсюда. Я стараюсь, чтобы это все было прозрачно, чтобы я это видела. Но Ваша точка зрения, почему тогда наши граждане говорят какие-то огромные суммы, по 30, по 40 тысяч, почему вот такой имидж создается? Я клянусь вам, не знаю, откуда это берется. Каждый врач у меня подписался, что если он будет вымогать и называть сумму, что он будет наказуем. И у меня эта бумага лежит вот здесь. Получается так, что наши граждане вам в лицо говорят слова благодарности, а потом, выходя из дома, начинают критиковать и чернить. В палате спросите, как девочки за вами смотрят, вам нравится, не нравится, санитарочки как себя ведут, медсестры как себя ведут. Здесь же не только врачей хвалят, там и санитарок, и медсестер хвалят. В палатах без сопровождения медперсонала мы пообщались с женщинами, просили быть откровенными, даже если не в камеру. Нет, такого не было. Нет. Ну, только будьте честными, я вам говорю, что эта передача выйдет уже в эфир, когда вы будете находиться дома. Нет, правда, никто ничего не просил. Абсолютно, никакую сумму никто не называл. И даже когда приходили медсестры, делали какие-то процедуры, абсолютно никто ничего, и зароды. И все прошло очень хорошо. Всем большое спасибо врачам. Ничего отрицательного в голову не приходит. А в роддоме просто такой граждан, ребенок такой положительный чувств воспитываешь. Средняя заработная плата врача около 7 тысяч, медсестры около 4 санитарки чуть больше 2 тысяч. Наши граждане прекрасно понимают, поэтому, учитывая, что нет закона о здравоохранении, который регулировал бы вопрос оплаты медицинских услуг, люди добровольно в знак благодарности оставляют суммы. Это право пациента, которому помогли выздороветь, а возможно и спасли жизнь. И нельзя путать благодарность с вымогательством. В стенах роддома мы не нашли иное мнение. Есть ли жалобы со стороны граждан по факту вымогательства денег и что делать пациентам, если столкнулись с такой ситуацией? С этим мы обратились в Минздрав. Заявления, касающиеся работы родильного дома столицы, в адрес Министерства здравоохранения поступают. Их не больше, чем в предыдущие годы, и они разного характера, как субъективного, так и объективного. Заявления рассматриваются в рабочем порядке. Важно отметить, что в ряду многих других заявлений, касающихся работы иных медучреждений Абхазии. И напоследок, мы бы хотели от вас информации для наших рожениц, для наших будущих мам. Мы очень хотим, чтобы наши женщины планировали свои беременности. Для этого они должны до наступления беременности обследоваться, лечить свои все хронические заболевания, исключить все риски, чтобы наше поколение следующее в Абхазии было здоровым. Четыре сына у Джимми и Камилы Шумения. Они родились в родильном отделении республиканской больницы. У Камилы с пребыванием в больнице связаны только приятные воспоминания. И она с удовольствием делится с нами. Мне кажется, что не только мне, вообще все вежливые. Я вообще не могу ничего сказать с претензиями. Врачам относятся хорошо, с уважением, и они к тебе будут так же относиться. Но главное, ты своих четверых мальчиков в роддоме получила здоровыми? Здоровыми. И сама вышла туда здоровая. Дети мои здоровы, слава Богу. У другого же героя нашего сюжета Ираклия Габлая печальная история. Несколько лет назад в родильном отделении умер его ребенок. Это был первенец. О смерти малыша семья узнала случайно на центральном рынке, когда покупали вещи новорожденному. Ну, ребенка мы с окна видели, когда после рода, после рождения, все было нормально. А утром нам сказали, что все нормально, ничего, послали нас за памперсы. Ираклий решил выяснить причину смерти ребенка. Несмотря на разные угрозы, он провел экспертизу в Москве. И ответ был неутешителен. Заключение пришло, была доказана врачебная ошибка частично. Сейчас у Ираклия растут сын и дочь. По его словам, даже после трагического случая он не потерял доверие к врачам. Его дети родились в родильном отделении республиканской больницы. Ну, в пользу случая хотелось бы поблагодарить таких врачей, как Диана Абрамовна Четанова и Рита Владимировна Травщина. На самом деле золотые руки. Из таких картин состоит человеческое счастье. А вот такими словами оно описывается. Он у нас стеснительный, скромный парень. Нестор Владимирович Менчаков. Вот так ведут себя родственники, когда узнают, что в семье прибавления. Слезы на глазах обнимаются, звонят друг другу. Атмосфера окутана счастьем. Оказавшись рядом, мы с оператором Артуром Каланде вовлечены в эти волшебные эмоции, которые могут быть вызваны только рождением новой жизни. Мы рассказали вам все, что узнали, и показали все, что удалось запечатлеть на нашу видеокамеру. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо, что пришли. Когда это закончится? Когда люди, которые, может, отблагодарили, потом выйдут и начинают говорить о помогании? Или наоборот, когда есть такие, может быть, не совсем добросовестные врачи, вымогают денег? Давай я скажу проще. Может, у нас будет запрос? Я желаю нам всем совести. Это вот, думаю, будет кара. Очень хорошо. Субтитры подогнал «Симон»